Артем, помнишь, когда дубль последний раз делал? Точно в Акбарсе. В январе 2021 года, начале года, получается. Не знаю, может, у Фена. Риги? Риги. А, точно. Оба гола тоже с передачи за Рипова. Это закономерность или случайность? Нет, просто Данис деревянный стал тоже. Теперь со мной играет. Да нет, но... Как я сейчас пошутил, что когда с Данисом в звене играешь, это либо в твоей команде хана, либо в той команде хана. Середины нет. Привет. Акбарс набрал иностранцев, но никого не выпускает на площадку. Тем не менее, команда все равно побеждает Борис. Так можно было квартальному и 12 легионеров взять. Видимо, иначе мотивировать нынешний состав невозможно. Молодежная сборная России оказалась в канадской тюрьме. Браслеты на руках, никуда выходить нельзя, тренировки в номере. Вместо двух выставочных матчей позволили провести только один. И после него мы напряглись. Молодежная сборная России проиграла выставочный матч в Канаде. Со счетом 4-6. Впечатления неоднозначные. В первом периоде соперник смял команду Зубова. Мы не успевали, уступали во всех мелочах. Грубо ошибались и не могли головы поднять. Тренеры опять стали говорить, что сборная под нагрузкой. Всегда слышишь подобное, когда следует обидное поражение. Когда из нее выходить-то собираетесь? Турнир-то в воскресенье начинается. Но после перерыва российская сборная разбегалась. Понять бы еще из-за чего. То ли мы нашли свою игру, то ли игроки канадской команды потеряли концентрацию, получив преимущество в 4 шарбе. И ответа на этот вопрос нет. Российская сборная действительно умеет комбинировать и заставлять соперника прижиматься к воротам. Но при этом ни разу мы не приблизились вплотную по счету. Канадцы все время остужали, держа на расстоянии, как опытный боксер, контролируют слишком активного, но менее техничного бойца. Но не надо забывать, что это всего лишь тренировочная игра, за которую не дают очков. И теперь дело тренеров тщательно проанализировать ситуацию. Есть небольшие сомнения в том, что мы угадали со звеньями. Но может быть Зубов экспериментировал? Допустим, уже все знает про Свечкова в первом звене. И почему бы не попробовать там Демидова? Или не было смысла еще раз наблюдать за Юровым? Вот он раздевался 13-м нападающим. Но за вратарем Аскаровым все следили более внимательно, без скидки на статус матча. Все-таки он в этом сезоне провел всего 5 матчей, и никто понятия не имеет, в какой он форме. И что в итоге? Тот случай, когда вратарь и не виноват в каждом отдельном эпизоде, но и не выручил. А хорош ли его сменщик Егор Бузьков? И на этот вопрос нет понятного ответа. Не забываем, что он вышел в ситуации, когда канадцы уже не показывали лучший хоккей. Так что голкиперы нас пока не убедили. Это главный итог матча. Защитник Северстали Егор Рыков внесен клубом в список отказов. Говорят, летом Андрей Разин заплатил за него ЦСКА почти 16 миллионов рублей. Вот что бывает, когда в клубе нет генерального менеджера. Автомобилист вне зоны плей-офф. И это очень смешно. Ведь Питерс-то давно уехал. Есть проблемы и у лидера Восточной конференции. Металлург проиграл в Балашихе, и это очень тревожный звонок для команды Воробьева. Да, глядя на таблицу, а проблема говорит странно. Первое место, игры в запасе, ближайшие преследователи тоже не очень стабильны. Так что никто пока на пятки не наступает. Но ведь команда готовилась не к тому, чтобы выиграть регулярный чемпионат или стать лучше в конференции. А в ангар победил без Толчинского и Семенова, то есть без двух игроков в топ-6 лидеров команды. Первый умеет действовать нестандартно, а второй цементирует ведущую тройку. Хозяева задавили уральцев своей некрасивой и прямолинейной системой, а магнитогорцы и сделать ничего не смогли. Пора задуматься, а может ли Металлург работать на льду. Не только играть в кайф, придая удовольствие болельщикам, но и пахать, когда следует. То есть мы счастливы, что увидели два гола шедевра Николая Колдобина. Спасибо за это. Но при этом пропущено 4 шайбы и поражение. В каких-то моментах надо уже играть некрасиво на результат. И пора демонстрировать зубы именно в таких встречах, а не куражиться над молодой Северсталью или устраивать фейерверк во встрече с Кунг Лунием. Есть сомнения, что магнитогорцы умеют действовать именно так. Совсем недавно их в таком же стиле вынесли питерские армейцы. Да и Спартак именно переборол Металлург. Смущает и вратарская линия. Алкинора что-то слишком нестабилен для клуба, который идет за кубком. Пуршечкин от него недалеко ушел. Российский ветеран сейчас залечивает травму. Но и когда был здоров, то не слишком-то блистал. Хочется увидеть одну некрасивую победу Металлурга, чтобы прекратить беспокоиться. Депутаты Хабаровского края отказались проверять расходы хоккейного клуба Амур. На весь спорт в регионе выделяют 3,5 миллиарда рублей и миллиард уходит хоккеистам. Наверное проголосовали против проверки до матча с нефтехимиком. И последнее. Самый ценный лот Воронежского Бурана. Это клуб ВХЛ. Вратарь Захар Виноградов переходит в Спартак. Сумму сделки точно назвать невозможно. Но известно, что Воронежскому клубу помогут сформировать бюджет на следующий сезон. Владельцы красно-белых надавят на нужные точки. И это хорошие новости за одного-то вратаря. До свидания. Условия здесь тяжело. Тяжело было. Мы сидели на карантине. Сначала первые получилось 3 дня. Потом его даже продлили. То есть строго отель, автобус, дворец и обратно. Мы все носим браслеты. Практически как в заточении. Но все команды в одних и тех же условиях.